Я как сирота получила квартиру по адресу Юрина, 202А. Управляющая компания разобрала крышу и в связи с сильными ливнями всю квартиру затопила. Провисший потолок, вода из вентиляции, лужи на полу. Такая ситуация, рассказывает Анастасия, в июле накрывала ее трижды. По словам девушки, она неоднократно обращалась в региональное жилищное управление и управляющую компанию, но они тогда бездействовали. После обнародования ролика в соцсетях, история сироты заинтересовались прокуратура и Следственный комитет края. Этот угол был весь мокрый, то есть прям насквозь, я не знаю, с него лилось, прям ручьем. К ситуации подключился и поставщик жилья сироте, Минстрой края. В подтопленной квартире, которая находится на верхнем этаже многоэтажки, он провел косметический ремонт. Как уточнили представители ведомства, работы шли четыре недели подряд, стены тщательно обрабатывали от плесени. Но качество ремонта, говорит Анастасия, оставляет желать лучшего. Пол стал скрипеть, плинтус от стен отходит. И все же это не главное, говорит девушка, куда важнее безопасность. И по сей день мы здесь не живем, мы живем у родителей мужа, так как я переживаю за электрику. Я боюсь тут жить просто из электрики, что замкнет. Так как щит здесь замыкало, вызывали пожарных. К слову, акт о проведенном ремонте девушка подписала. И к РЖУ, которая обеспечила сироту жильем после семи лет ожидания в очереди, претензий у нее меньше, чем к управляющей компании. Они обещали заменить щит электрический, обещали прислать электрика, чтобы проверили годность электрики, безопасна ли вообще она, можно ли тут проживать. И еще они обещали сделать перерасчет по коммунальным услугам. Так они и этого до сих пор не сделали. До сих пор непонятно девушке и причиной, из-за которой залило квартиру в июле. Версии звучат разные. Крыша протекла, потому что обветшала, были проблемы с водоотводом, ее открыли перед капитальным ремонтом. Мы услышали следующее объяснение. По данной квартире, изначально до проведения капитального ремонта, мы делаем рассылку в адрес управляющих организаций органов местного самоуправления по подготовке крыши к проведению ремонта. То есть здесь управляющая организация своевременно, можно сказать, приступила к этим работам, демонтировали антенны. И вот через вот эти отверстия от антенн произошло подтопление квартиры. Сегодня у многоэтажки, которая вошла в программу фонда капитального ремонта жилья, новая крыша. На ремонт кровли двух корпусов фондом направлено больше 5 миллионов рублей. В принципе, я думаю, 10-15 лет без проблемной эксплуатации крыши, я думаю, хватит. Но вот когда девушка с мужем и детьми сможет вернуться в свою квартиру, вопрос пока открытый. Чтобы сделать основательный ремонт уже своими силами, говорит Анастасия, нужно убедиться в безопасности жилья. Отметим, по злополучной квартире сироты продолжается следствие по статье «Халатность». Хотелось, чтобы относились так же, как к обычным людям. То есть мы не хуже. Елена Макаренко, Дмитрий Денисов. День с толком.